Вести Карачаева, Черкесия В связи с 66-летиями, со дня возвращения карачаевского народа на историческую родину, 3 мая текущего года, день возрождения карачаевского народа, объявлен указом главы Карачаева Черкесии Рашида Тимрезова нерабочим праздничным днём. Органам местного самоуправления, администрациям предприятий, организациям и учреждениям различных форм собственности предоставлено право организовать в этот день работу с учётом реальных возможностей обеспечения занятости рабочих и служащих. Работа 3 мая компенсируется предоставлением другого дня отдыха. Глава Карачаева Черкесия Рашид Тимрезов провёл рабочую встречу с мэром Черкесии Алексеем Баскаевым. Стороны обсудили итоги социально-экономического развития города. Алексей Баскаев проинформировал о проектах, которые региональный центр планирует реализовать по строительству новых объектов культуры, спорта, образования и благоустройства в этом году. В соответствии с указом президента страны и в связи с исполняющимся в 2025 году 200-летием основания Черкеска уже началась подготовка к празднованию юбилейной даты. По словам руководителя региона, организационный комитет должен разработать масштабную стратегию развития столицы республики на ближайшую и долгосрочную перспективу. Это создание новых рабочих мест, открытие новых производств, развитие социальной сферы, ремонт инженерных коммуникаций, строительство нового жилья и благоустройства. И всё это при непосредственном участии горожан, которые должны высказывать свои мнения и предложения по всем ключевым вопросам, подчеркнул Рашид Тимрезов. Глава республики Рашид Тимрезов принял участие и в заседании Городской думы Черкеска, где с докладом о проделанной за минувший год работе и планах на текущий выступил мэр города Алексей Баскаев. Он детально рассказал о работе мэрии во всех сферах жизнедеятельности города. Рашид Тимрезов в своем выступлении отметил, что в городе идет активная реализация нацпроектов, благоустройство территории, дорожного фонда и достигнут рекордный показатель ввода жилья. Это исторический рекорд, но не предел. Впереди много работы. При реализации всех программ руководством республики, как и впредь, будет оказываться всесторонняя поддержка городу, сказал Рашид Тимрезов. Правительство Карачаева-Черкесии утвердило региональную программу модернизации систем коммунальной инфраструктуры до 2027 года, которые включают в себя мероприятия, направленные на обеспечение устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства республики, а также на повышение эффективности и надежности работы коммунальной инфраструктуры путем ее модернизации. Программа позволит повысить качество предоставляемых населению услуг в сфере водоснабжения и теплоснабжения и улучшить условия проживания жителей в 14 населенных пунктах республики. Об этом сообщила заместитель министра строительства и ЖКХ Сульфира Бачаева. Первоначально мы начинаем программу с замены сетей в селе Дружба и с замены водовода. Запланировали, что будет улучшено водоснабжение в Дружбе в поселке Заречном и в ауле Псыш. Объект двухгодичный, который мы предусмотрели на 2023 год. В целом планируем улучшить качество водоснабжения по всей республике, потому что там объекты мы включили по всей республике. В рамках государственной программы «Содействие занятости населения Карачаево-Черкесской республики» в Центре занятости Черкеска реализуется ряд мероприятий, способствующих трудоустройству инвалидов на оборудованные для них рабочие места. Информацию комментирует начальник отдела занятости Елена Житькова. Размер возмещения затрат на оснащение рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида составляет 70 550 рублей. Для оснащения рабочего места работодатель может приобрести рабочую мебель, компьютерную технику, инвентарь, программное обеспечение. Иными словами, то, что необходимо будущему работнику для исполнения его должностных обязанностей с учетом состояния здоровья. К примеру, в 2022 году в реализации данного мероприятия приняли участие 8 работодателей различных форм собственности, коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, республиканские и муниципальные учреждения. Это позволило трудоустроить 13 граждан с инвалидностью. Трудоустроены они были по таким профессиям, как медицинская сестра, специалисты, сторож, помощник повара, юрист. В основном рабочие места оборудованы компьютерной техникой, рабочей мебелью, техникой медицинского назначения, сплит-системами для создания благоприятных микроблематических условий. В текущем году также из республиканского бюджета выделены средства для оснащения 17 рабочих мест для трудоустройства граждан с инвалидностью. И работа по этому направлению активно ведется. Уже заключены договоры с двумя работодателями. В Черкесске этой весной запланирована высадка около полутора тысяч деревьев. В прошлом году был выполнен большой фронт работы по озеленению города. Впервые зацвели цветники и клумбы на стеле на въезде в столицу республики. Столбы на Пятигорском шоссе украсили цветочные кашпо, а клумбы региональной столицы – сотни тысяч различных цветов. В этом году озеленение, помимо клумб и вазонов, включает в себя высадку новых сортов деревьев с ярким соцветием. В прошлом году в парках, скверах и на территориях образовательных организаций было высажено порядка тысячи деревьев, в том числе декоративные сливы, клёны, яблоки Таринга, Скарлетт, Черемуха Вергинская и другие. Этой весной на разделительной полосе проспекта Ленина появится цветочный узор из 33 элементов. Цветы посадят от пересечения проспекта Ленина и улицы Первомайской до пересечения проспекта Ленина и Ставропольской. В Карачаево-Черкесии проходит международная акция «Сад памяти», главная цель которой – высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны. Уже на протяжении нескольких лет в нашей республике высаживаются тысячи молодых деревьев. В прошлом году акция получила новый формат. Саженцы фруктовых деревьев стали бесплатно раздавать нуждающимся семьям. Комментирует информацию советник министра природных ресурсов и экологии Медина Боташева. У нас проходит очередное мероприятие Всероссийской патриотической акции «Сад памяти». Конкретно она называется «Сад памяти дома». Суть акции в том, что саженцы плодовых деревьев распределяются по семьям нашей республики. Муниципалитеты распределят по семьям и как раз такие сады КЧР предоставили памятку о том, как эти саженцы наиболее удобным способом высадить, чтобы они приспособились. То есть какую обработку необходимо сделать. Эта памятка будет как раз доведена до всех, кто получит саженцы. Школьницы из Карачаева, Черкесии прошли отбор на второй тур заключительного этапа Всероссийского конкурса научно-технических проектов «Большие вызовы». Образовательный центр «Сириус» утвердил список участников. Ими станут 1182 школьника с 7 по 10 класса и 79 субъектов России. Нашу республику представят ученицы 9 класса 3 школы Карачаевска Лейла Ильканова и ученицы 10 класса 19 гимназии Черкеска Вероника Воронина. В ауле Эльбургана Базинского района стартовали работы по второму этапу реконструкции автомобильной дороги до животноводческих ферм, расположенных в урочище Батал-Чапхан. Протяженностью 5,5 километров. Заместитель главы администрации муниципального образования Тимур Ксалов осмотрел ход проведенных работ. Полная реконструкция дороги общей протяженностью 24 километра предоставит возможность жителям Аула Кубина сократить время в пути до районного центра, а жителям Эльбургана и Жичукуна добираться быстрее до агрокомбината «Южный». Зарегистрировать статус индивидуального предпринимателя или юридического лица можно без посещения налогового органа и уплаты госпошлины в многофункциональном центре. Информацию комментирует начальник отдела регистрации учета налогоплательщиков номер 1 Управления Федеральной налоговой службы России по Карачаевой Черкесии Эмилия Тимирезова. Подавая документы на государственную регистрацию через многофункциональные центры вы экономите от 160 до 4000 рублей в зависимости от вида регистрации. Госпошлина не требуется, когда документы направляются в электронном виде на регистрацию юридических лиц, изменения вносимых учрительные документы юридических лиц, также на регистрацию физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, регистрацию прекращения физическими лицами деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, Кроме регистрации ликвидации юридических лиц, а именно политических партий, их региональных отделений, общероссийских общественных организаций, инвалидов и их структурных подразделений. Результат государственной регистрации заявитель получает удобным для него способом. Лично в отделении многофункционального центра, а также на адрес электронной почты. Напомним, что есть и другие способы регистрации бизнеса без посещения налогооргана. Например, при наличии у заявителя усиленной квалифицированной электронной подписи, можно направить документы в электронном формате в налоговый орган через сервис государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на сайте Федеральной налоговой службы налог.gov.ru. В этом случае государственная пошлина также не оплачивается. Карачаево-Черкесская республика в 4 раза увеличила отгрузки зерна кукурузы почти на 1000 тонн отгрузки свежих овощей. Такие данные приводит Северокавказское межрегиональное управление Россельхознадзора, комментирует старший государственный инспектор Зинаида Исаева. С начала года Северокавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора проконтролирована отгрузка более 34 тысяч тонн подкарантинной продукции при вывозе с территории Карачаево-Черкесской республики. По сравнению с предыдущим годом, республика нарастила поставки зерна. Так, за этот период уже отгружено свыше 29 тысяч тонн зерновых, что примерно в 4 раза больше, чем в прошлом году. Больше всего зерна направлено в Астраханскую область. Помимо зерна с территории республики идет отгрузка тепличных свежих овощей. Поставки в регионы выросли на 1000 тонн. С начала года проконтролировано более 5000 тонн овощей, тогда как за аналогичный период прошлого года чуть больше 4000 тонн. Жительница Карачаевска попалась на уловки мошенников и лишилась более 300 тысяч рублей. По словам 24-летней пострадавшей, еще в начале марта текущего года со своего мобильного телефона она зашла в предложение, якобы принадлежащее крупной госкорпорации, зарегистрировалась и заполнила анкету. Ей позвонил мужчина, который представился трейдером и сообщил, что для совместной работы необходимо открыть счет и внести какую-либо сумму. Потерпевшая различными переводами, следуя инструкциям незнакомца, под предлогом инвестиций на биржу пополнила свой счет на 311 тысяч рублей. Далее мошенник, получив свободный доступ к счету потерпевшей, похитил денежные средства и перестал выходить на связь. Своих сбережений, подавшись на уловки аферистов, лишилась и жительница Черкеска. 65-летняя жительница города позвонил неизвестный, который представился работникам банка. Следуя его инструкциям, под предлогом защиты от незаконной транзакции потерпевшая привела 350 тысяч рублей на указанные мошенникам счета. После этого преступник перестал выходить на связь. С 8 по 11 мая в станице Преградной пройдут всероссийские соревнования по спортивной борьбе памяти Героя России генерал-майора авиации Канамата Буташева. В состязаниях принимают участие сильнейшие борцы студенты страны. Медали будут разыграны в дисциплинах «Вольная борьба» и «Греко-римская борьба». Соревнования являются отборочными. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. В горах местами до плюс 13. В горах Карачаево-Черкесии свыше 2500 метров сохраняется лавиноопасность. В Черкесске кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 16 градусов. Штормовое предупреждение. В течение суток 29-30 апреля местами в Карачаево-Черкесии ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом до 23 метров в секунду. На реках подъем уровня воды до неплагоприятных отметок. В горах сход сели малого объема. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. Карачаево-Черкесия. Субтитры создавал DimaTorzok